Если так смотреть во все это дело, это абсолютно направленное действие, хорошо совершенное, оплаченное, потому что первые цифры уже начали звучать, порядка миллиарда долларов, вот потом уточнится все это дело, безусловно. Но это антироссийский вариант в большую степень, в первую очередь. Недоработки белорусской власти в этой ситуации тоже появились. Власть должна была учиться, что, во-первых, уже 26 лет Александр Григорьевич находится в должности президента Белоруссии, и у некоторой части народа есть обычная усталость от одного человека. Это естественное все. Это надо было учитывать. Второе, в предвыборной кампании надо было, наверное, больше говорить о конституции ее изменений, потому что конституция Белоруссии на порядок жестче нашей российской конституции. Там все заточено на одного человека. А это тоже не всем нравится. Хотелось бы, чтобы все-таки больше решали суды там, ну, обычные процессы, в обычных процессах, наказание граждан, там, виновных и так далее. Парламент что-то бы решал. Это тоже как бы вот это самое. И, наверное, третье, вот когда начались первые мирные акции, надо было поговорить бы сначала с народом там. Это серьезная ошибка. Они были не очень такие страшно многочисленные там, но надо выйти к людям, поговорить, что бы они хотели. Вот этого не произошло. Сразу взяли в дубинки. Сначала надо опробовать все методы защиты досилового, как бы, варианта. Разговоры, создание приглашения активистов, что надо, чтобы успокоиться. А если это не получается, других выходов нет. Нет, ни в Соединенных Штатах их нет, ни во Франции их нет, ни в Германии их нет. Против этих экстремальных активистов или жирающих свернуть власть и навести бардак в стране, методы все известны. Это и дубинки, в том числе, и седачевый газ, и водометы, и резиновые пули. Все же во всем мире применяется. Почему только, я не понимаю, акцентируют, что в Беларуси это вот. А у нас вроде бы так можно. В любом случае, власть реальная, правящая, она бронзовеет. В этом есть вопрос. И она, как бы, после многих лет правления, да еще так, более-менее, когда что-то чуть-чуть получается, она бронзовеет и не терпит других точек зрения и критики. В этом есть вопрос. Поэтому сменение власти нужна, конечно, безусловно. Наверное, будет движение к изменению Конституции, я так понимаю. И, как бы, более серьезного баланса между властями, то есть между президентом, парламентом, правительством, судебными органами. Наверное, за частично, за пример может взяться изменение в российской Конституции, вот, которую мы недавно голосовали, это самое, на референдуме. Вот. То есть, как бы, уход от таких исключительных полномочий президента. Возможно, более допуск в парламент, потому что сегодня в парламенте, вот в прошлом парламенте, который вот в 19-м году избирался, до 19-го был один оппозиционер. Вот эта Конопадская, которая кандидата в президент. Она депутат Нижней Палаты. Наверное, вот что-то в Конституции может поменяться в сторону, ну, больше демократии, что ли, вот так я понимаю. И меньшего, как бы, акцента на единственного человека.